Всем привет! Сегодня у нас опять пересадка пауков. На этот раз у нас будет пересадка брахипельм трех разных брахов и они все довольно злые. Особенно вот эта самочка брахипельма Беми, она прямо у нас кидается на все что видит, все что двигается и не двигается, особенно то что двигается конечно. Она кидается у меня и на шприц с водой и на саму воду, если она наливается в паилку. В общем она кидается на все абсолютно, поэтому особо я ее трогать не горю желанием, но попробуем ее пересадить аккуратненько так без особого контакта какого-то. Как видите она уже довольно выросла из этого вот маленького паучатника, в котором она жила. Она не любит особо копать, она вообще любит по верхам ходить, вот поэтому такое у нас грунта здесь немного, буквально сантиметр два, так где-то два сантиметра и я подготовила для нее укрытие. Думаю ей понравится и сверху бегать ей тоже понравится. Итак, начнем присадку. Постараемся аккуратненько это сделать, сейчас еще паилочку и поставлю. Маленькую яблоку. Ой, брызгнула. Вот так вот пусть. Посмотрим, когда обживется, я посмотрю, что по поводу паилок, как ему лучше сделать, в зависимости от того, что они там будут вытворять в своих новых трариумах, что они там будут копать, вдруг чего-то натворят такого, что прямо... Да, здесь у меня была дверца выдвижная, а здесь будет вынимающаяся, но это не принципиально, я думаю. Так, как бы тебя нам потихонечку так пересадить. Так. Попробуем сделать вот так вот. Оп. В общем, трясутка такая быстрая получилась. Ну что ж, это тоже неплохо. Давай топай. Давай, давай. Топ, топ. У тебя будет просторненько. Давай, давай, давай. Оп. Вот это мы убираем. Вот. Вот она на стекле сидит. Я пока закрою, чтобы она не побежала. Хотя вот, что-то она не пытается орвать никуда. Сейчас мы будем пересаживать брахипельму вагон следующим. Здесь у нас побольше грунта сделано. Здесь все пять сантиметров грунта. Я ему сделала укрытие такое, вот, грот. Потому что он все время выкапывает себе. Может, ему и понравится мое приспособление, которое я придумала. Вот. Ну посмотрим. Эта штука так, декоративная. Растения к нему особо не посадишь, не посадишь квагазосмосовно. Потому что они реально очень любят копать. Они прям такие... Почти. Ой. Отлично. Он думает, что его покормить будем. Ну нет, мы не будем. Думал, вылезть. Сейчас у нас посыпется немножко. Нам придется слегка это все, чтобы его выманить. Тут придется разрушить его. Вот эти вот постройки. Он сидит внизу. Вот он. Здесь сбоку. О, сейчас вот волоски. Они, да, такие. Вот здесь сбоку видно. Ну как мы тебя будем выгонять? Как мы тебя будем выгонять? Он тугается на нас. Здесь он старая ленька. Этот засранец, кстати, да. Он, не знаю, кстати, пока по полу я его не проверяла. Хотя он уже вон какой большой щит стал. Он не вытаскивает грязь из своего домика. Он у него старая ленька лежит. Он перед следующей ленькой предыдущую вытаскивал, но это не целиком. Вот, заставили мы его выйти все-таки. Ну, хватит вопросе на жопы. Ну, пошел гулять. Счесался бы немножко волосковая сброшка. Все. Ну, по идее, скоро уливка так что. Все. Ну, все. Просто на поилку отвожу. Ну, всегда из шприца поливаю. Грунт поливаю шприцом. Раз, раз, раз. Повышаю влажность. И в поилке наливаю шприцом. Мне нравится еще одно. Так, сейчас мы будем пересаживать еще одного вагонца. Это самочка. Вот, с определенным полом. Здесь тоже у нее все нарыто-зарыто, перерыто. Поэтому тоже еще, ну, хотела выкидывать свои линьки подальше. Такс. Это вот загадка. Какого же таракана съел вагонц? Кто узнает таракана? Такой был таракан, да. Не самый кормовой, но который мне не нравится. Пошел на корм. Так, а я пока открою. Такс. Сейчас я опять вытащу. Да, я вот слежу за ней сбоку. Вот она тоже замерла. Это самочка. Наверное, поступим так же, как мы поступили с самцом. Ну, наверное, так же. Будем действовать и здесь. Ты тоже такая вся. Да, да, да. Топай. Топ, топ. Давай, давай, давай. Покинь, покинь, покинь. Вот так вот. Давай, давай. Топай. Под задницу ее так толкаю. Она не уверена, стоит ли идти. Неизвестно куда. У меня, кстати, есть такая вот штучка. На случай, если паук рванет, чтобы его ловить. Вот. Предусмотрительно. Распласталась такая смешная. Посмотри. Так широко лапы расставила. Очень широко расставила лапы. И задумалась. Да, пауки тоже думают. Думаю, мы ее лучше закроем. Пусть она думает себе спокойно належу. Немножко потрясла. О, пошла изучать. Завтра мы будем их кормить и покажем тоже их кормление. Пусть сегодня они осмотрятся. А, кстати, не сказала насчет грунта, да. Здесь у меня смесь кокоса и вермикулита. Потому что вермикулит хороший. Хорошая вещь вермикулит. Он делает грунт более рыхлым. Хорошо. И влагу держит. И воздух пропускает. Вот. А эти пауки, они, ну, такие. Не то, чтобы прям любят большую влажность. Но более-менее. Вот. Вагонсы они такие все-таки. А Биоми, она не такая, кстати, влаголюбимая. Поэтому и грунт немного, да и копать она не любит. Если вот эти двое копали, то Биоми вообще не копал. Вообще не копал. Он вообще любит наверху сидеть. Вон она сидит опять на горшке, который у него. Такое вот укрытие. А копать вообще не любит. И у нее просто кокос тонким слоем. А у этих кокоса меньше, что у нее есть вермикулиты. Мне нравится, как этот грунт работает. И плесень не появляется очень хорошо. Потому что воздух проходит. И более такой дышащий он получается. Это у нас Блаптика. Аргентинский таракан. Подростки разного размера. Для брахипря мы выберем побольше. А для маленьких хверсиков поменьше. Хороший большой таракан. Уже напуганная самка. Не заметим, как вылезет. Зато вот это есть хочет. Ему и дадим. И свое укрытие показывает. Лапка, лапка. Баре испугалась ее что-то. Что-то испугалась. Берем тараканчика и дадим ей. Она у нас девушка агрессивная. Поэтому она сюда берет сразу свою еду. И без всяких там. Как вы видите, так сразу хвать. Так прикольно. А лапы расставляют во все стороны. Чтобы насекомое их не касалось. Или не укусило. Пока они его сами пытаются с ним справиться. Очень забавно. Такой механизм. Сами схватят. А лапу в растопырку. О, кто-то его стукнул опять лапой. Вагонс. Стукнул таракана лапой и убежал. Это странно. А Береми кушает. Она умная. Он схватил его. Он утащил на русло. Так, я пока закрою Береми. Она неделю назад примерно полиняла. Вон какая большая. А пузико маленькое. Вот и все трое взяли своих. Он тоже дергает. Но она его держит. Вот видно какая у нее жопка красная. Паука. На видео не видно какие у него большие лапы. Вообще видео не передает. По-настоящему. Вообще на видео пауки намного хуже выглядят, чем в живую. Не понимаю почему. То что размер непонятен то да. Но он как-то не захватывает. Видео не захватывает объема. Объем лап. Их величину. Не передает вообще красоту. Посмотри какой красивый. Он так переливается красиво. Вообще классно. Просто суперский. Желко что они когда вырастают. Остаются не такими. Тараканчики. Тараканчики. Недавно пленевший он есть. Светленький. Оно надо найти поменьше таких. Лапочки медленно растут. Но зато можно найти разного размера всегда. С лапочкой удобно что есть довольно крупные. Есть очень даже мелкие. Ну конечно не совсем маленькие. Да. Не как мраморные ретрукмены. Ну что вы. Попробую к тебе подобраться. Оп. Схватил. Они кстати хорошо идут. Эти версики. Если у них хорошие условия правильные. То они идут без проблем. Бывает что у некоторых проблемы с их кормежкой. Но на самом деле там сложности не бывает. Если с условиями все хорошо. Они у меня с первой линьки все. Все эти версы которые у меня есть. Они все с L1 у меня выращиваются. Эти L4 оба. Еще один есть в другом месте. Он L3. Вот. И они все абсолютно очень хорошо ели. Сразу и без всяких проблем. Теперь этого покормим. Я так. На ощупь. Так. Как по мне пробраться. Смотри кто у меня есть. Не. 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 Не понимаю что. Тараканчик. Хочешь тараканчика? Да. Это тараканчика. Может пока на паутину больше с вами. Недавно сообразительными кстати. Надо подождать когда он там его увидит. Этот вот схватил сразу и вот куда то пошел с ума. Вот. Куда то он его пришел. А он полетет паутину своей пупкой. О схватил. Сговоронья хорошо идет. И классно лапки у них отблескивают с другой стороны. Маленькие конечно очень. А этот вон смотри куда полез. Своим тараканом ходит. Мой тараконь. Мой тараконь. Мой тараконь. Буду носить его туда сюда. Пошел. Куда ты пошел? Не знаю сам куда ему идти. Ну. На самом деле плетет паутину одновременно. Они так делают всегда когда их кормишь. Бывает когда их несколько то плотины сплетают. Добавку или то что они сразу съесть не могут. И оставляют на потом. Красивый что ужас просто. Такой у него красивый цвет. Ну вот собственно всех этих которых пересадили мы всех покормили. Проислось подождите. Потому что вот эта девочка Брахипельма которая прятала за Путина на условленьку. Обычно ждут количество дней. Равное количество линьек. Плюс один-два дня там. Сразу им нельзя давать хиту. Потому что они еще мягкие. Не отвердел. У них новый хитиновый скелет. Мне очень нравятся наши получатники. Я очень ими довольна. Очень удобно пользоваться. Они очень красивые. Я очень довольна. И мне нравится эта ручка. Мне как-то металлические ручки меньше нравятся. А стеклянные очень удобные. Вот такой палец поднимаешь. Опа. Здорово. В общем. Эти пауки не опасны. Затаскивающиеся в дверцы самое то. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Да.